И вот очередное цирковое представление закончилось. Цирк уехал, клоуны остались. Эти клоуны будут будоражить сознание народа Казахстана до тех пор, пока не будет принято новое решение главного клоуна нашей страны, Токаева Касушамарта. И зависеть это будет, как и в этот электоральный период, когда он объявил все внеочередных выборов президента Казахстана. Остродействующий президент устраивал такой ход событий, поскольку он не успевал состряпать какие-то новые партии и представить как их новой политической силой в политической жизни нашей страны. И в момент проведения преступных неочередных выборов президента Казахстана, которые выгодны были только одному человеку, президенту РК, как говорят наши братья в Украине, уседдосебе. Предыдущий президент также грешил нарушениями Конституции, назначая внеочередные выборы 2007, 2011, 2015 годов, которые никак не выпадали в ту дату на 1 декабря, как это было записано в Конституции Республики Казахстан. И новый ученик Токаев уже успел дважды нарушить основной закон проведения неочередных выборов в 2019 году, в 2022 году, отличный от 1 декабря. Поистине верно, говорят в народе, учитель, воспитая себе ученика, чтобы было после у кого учиться. В переводе нормальный русский язык, это говорит о том, что с кем поведешься, с того и наберешься. Поэтому Токаев перенял все худшее, что было у нурсултана Назарбаева, понимая, что, получив от Назарбаева предложение назначения его на должность президента Республики Казахстан, который предварительно решил все вопросы, каким образом остаться в политике, виспечь контроль над свежеспеченным президентом, решение оказалось весьма простым. Я грешным делом подумал, уезжая из Казахстана, что это было бы, это было еще в 2007 году. Я уже предвидел, что будет твориться в Казахстане, в одной родине, подтверждение моих слов. Закон о лидере нации появился только в 2011 году, как видите, с 2007 по 2011 год. Я подумал, что перспектива будет такая, как в Иране, где есть духовный лидер и есть президент страны, но потом стало понятно, что его Назарбаева-Моралика не тянет на духовного лидера мусульманского мира, злоупотребляет спиртными напитками, не употребляет, а злоупотребляет, имеет беспорядочные связи с представителями прекрасного пола. Но он в этом вопросе был найден и появился маленький закон о Совете Безопасности его руководителя. И контрольные функции из Аккорды перекочевали в библиотеку. Председатель Совета Безопасности приглашал к себе на совещание президента, спикеров, палаты, министров. Токаев стал в этой ситуации как пятое колесо в телеге. Когда в январе месяце Токаев испугался и наговорил страшилов для народа Казахстана и для руководства стран СНГ, все внимательно слушали, дабы ни у кого не возникло опасений о том, что на Казахстан действительно напали террористы. И бедному президенту надо срочно помогать, поскольку его свергнут. Вот тут-то и почувствовал он, Токаев, что может выйти из жестких объятий мягкой силы стареющего Назарбаева. Я сообщил Казахстану и всему миру о том, что с сегодняшнего дня он объявил себя председателем Совета Безопасности Республики Казахстан, в чем его поставила на место все та же библиотека, доведя до сознания граждан Казахстана, что Назарбаев сам сложил свои полномочия на посту председателя Совета Безопасности. В этот момент времени многие казахстанцы реально поверили, что он единственный спаситель, я имею в виду Токаева. Если бы не вызвали войска ОДКБ, то было бы страшно, не зная о том, что все это сделала власть, почему и отдали на заклане город Алматы, потому что все лагеря боевиков находились в горах Зайлийского латала. Авторитет Токаева в глазах народа повысился, а когда в народе стали все более и более проявляться правда, и что на площади, когда произошел расстрел, были только мирные митингующие, Атакаев только на следующий день отдал команду стрелять без предупреждения на поражение. А кто же расстрелял митингующих на площади за один день до этого? И когда стали просачиваться из следственных изоляторов пытки, и когда узнали, что в следственных изоляторах в порядке пыток заставляют признавать себя виновными, и спасибо нашим братьям из соседнего Кыргызстана, когда казахи по незнанию опубликовали фильм о том, что вот этот человек признался, что он из Кыргызстана, он приехал в Казахстан заработать несчастную 90 тысяч тенге, и кыргызы узнали своего известного музыканта, вступили из-за него, и стало понятно, что ведется совершенно другая работа, и народ Казахстана стал понимать, что он обманул, что это ложь. Окружение Атакаева замерили температуру в обществе и доложили президенту, что до 2024 года имидж его может упасть ниже плинтуса. Вот тогда-то и были приняты решения о досрочных выборах президента, о перезагрузке всего электорального цикла и всех государственных институтов. Вот тогда он и выступил своей конституционной новеллой, как он ее заявил. Для этого было непонятно. Только что вынесли поправки в основной закон, никто не замахивался на положение в системе власти и жизни государства президента, кроме того, что должны были отменить закон о первом президенте, в соответствии с которым он был неприкасаемым, членами его семьи, то же самое, вдобавок, с которыми он до сегодняшнего дня не может определиться, кто же считается членами его семьи. Сара со своими детьми, Гульнара со своими двумя дочерями, Осель, которая воспитывает двух сыновей. Он захотел заручиться поддержке населения Токаев, что народ оказал ему доверие на выборах и в дальнейшем, как жупелом, размахивать этим решением, сопровождая каждую безумную реформу. Как я уже сказал в прошлом видео, Токаев договорился по целой эпохе реформационной. По сути, как я уже говорил в прошлых своих выступлениях, вчера произошло только голосование, никаких выборов не было. И было изначально понятно, какие протоколы подпишут председатели комиссии участковых и избирательных. На основании этих протоколов будет принято решение ЦИК. Результаты не вызвали у большинства народа Казахстана каких-то вопросов. Наблюдатели ОБСЕ отметили, что выборы прошли в отсутствии какой-либо конкуренции, необходимости проведения реформ в стране. Наряду с действующим лидером Казахстана, Касым Жамартом Такаевым, за кресло президента страны боролись еще пять кандидатов. Среди них две женщины. Но все они были неизвестны широким слоям населения и набрали лишь по несколько процентов голосов. Наблюдатели ОБСЕ отметили, что выборы прошли в обстановке лишенной конкуренции и подчеркнули необходимость реформ в стране. Западных наблюдателей победа Такаева не убедила. Они отмечают низкие по меркам наблюдателей для Казахстана явки в избирательном участке, рост политической апатии. Наблюдатели отметили низкую явку в крупных городах, особенно в Алма-Ате. Вот послушай, что говорит одна из них. Западных наблюдателей победа Такаева не удивила. Они отмечают низкую по меркам Казахстана явку на избирательные участки и рост политической апатии. Явка очень низкая. Учитывая характер этой избирательной кампании, я могу это понять. Но интересно то, что явка снова предельно низкая в крупных городах, особенно в Алма-Ате. И меня это тоже не удивляет. Я только что была в Алма-Ате и почувствовала, что настроение там, как бы это сказать, подавленное. Другими словами, многие люди не ожидают, что что-то изменится. Правильно она говорит. Но что может измениться, если только в государстве ведутся президентные разговоры и обещания о том, что будет проводиться реформа, а на самом деле никакие реформы не проводятся, только бла-бла-бла. И дивиденды получает единственный человек – президент. Народ же не получает никаких улучшений. Послушай, что говорит другой представитель. Особенно интересно, что в этот раз общая явка составила 69% и была ниже обычного уровня. И впервые в избирательном бюллетене была возможность проголосовать против всех. Этим воспользовались почти 6% избирателей. Это в сочетании с 69% явкой, пожалуй, самое интересное в этих выборах. Да, это так. Но он либо не знает или не осознанно не сказал, что результаты из графика никак не влияют на результаты выборов, голосования. Поскольку он дает возможность только понять, сколько людей пришло, приняло участие в голосовании. А то, что Токаев объявил о создании нового Казахстана и отчитался на выполнение по пункту о включении в бюллетень графы против всех – это просто самая настоящая ложь в дальнейшем развитии демократии. Никакого развития демократии Казахстан здесь не получил, казахстанцы не получили никаких дивидендов. Если вы помните в одном из своих видео, я сказал, что в выборы досрочные этого года Токаев пойдет все с той же проверенной системой оппозиционных партий, которая не раз спасала Назарбаева. На выборы парламента система пойдет уже с другими политическими партиями в их понимании не запачканными в предыдущих неблаговидных делах против народа Казахстана. И вот теперь Токаев это подтверждает ответами на вопросы в день голосования. То, что я сказал несколькими месяцами раньше. Что он надеет, что наконец-то какие-то партии подготовят свои документы, достигнут состояния зарегистрированных партий. Отмечу, впервые в стране президент избирается на 7-летний срок и без права повторного выдвижения. Отвечая на вопросы журналистов, Касамжомар Токаев объяснил это решение. Вы приняли решение о 7-летнем сроке службы президента, тем самым продлив его мандат. Как вы думаете, 7 лет достаточно? Я думаю, что 7 лет достаточно, потому что это приличный срок в жизни каждого человека. Прежде всего в Казахстане не будет монополии на власть. На это будет запрет. Пока в стране не зарегистрировано ни одной новой политической партии. Соответственно, есть риск, что выборы пройдут с теми же игроками, что и ранее. Ожидаете ли вы, что эта ситуация изменится? Я полагаю, что до начала парламентских выборов все же несколько партий смогут выполнить надлежащие условия и получить регистрацию. Я считаю, что это в наших интересах. Кроме того, парламентские выборы пройдут по новой смешанной системе. Ожидаю, что в результате выборов в законодательные органы нашей страны попадут интересные люди, в том числе представляющие оппозиционные взгляды. Видео, он имеет партию демократическую незарегистрированную Жан-Балат Мамая и ряд других партий, которые будут лить воду на мельницу Токаева и выполнять роль сегодняшних партий Ак-Жуо-народной партии, которым уже места не будет в парламенте. Более десятка активистов в нескольких городах страны подверглись задержаниям и были отправлены под административные аресты. Им вменили участие в неразрешенных митингах. Сами акции, из-за которых их привлекли к ответственности, прошли несколько недель назад. Правозащитники говорят о превентивных задержаниях в считанные дни до внеочередных президентских выборов. О прессинге перед выборами заявили и объединение независимых наблюдателей. Одним отказали в предоставлении зала для тренинга, другие сталкиваются с информационными атаками. Доходит до курьезов. В офисе наблюдателей отключили свет. Кабинет объединения «Независимые наблюдатели» в Алматы оказался обесточен. Электричество было по всему зданию, кроме одного офиса. А в столице учредителей фонда «Еркандах-Канате» обвинили в сливе персональных данных наблюдателей. Руководство организации отвергает обвинение. Оно считает, атаки связаны с предстоящим голосованием. Любые несогласованные с акиматами акции считаются незаконными. Их участники подвергаются задержаниям. Прошлые президентские выборы в 2019 году сопровождались массовыми протестами. Тысячи людей вышли на улицы против спущенного сверху сценария транзита власти. Правивший 30 лет страной Нурсултан Назарбаев передал пост президента своему ставленнику Касым Жомарту Токаеву. Опять же предпочтение было отдано неизрегистрированной партии демократической, которая вышла на митинг на пикет к памятнику Абая в Алматы. Некоторое время пикетчики и правоохранители переговаривались по мегафону для того, чтобы можно было задокументировать на видео тот факт, что у нас есть такие протесты. Почти, как это было сделано, зафиксирован этот факт. Женщины были взяты все по белорусске, посажены в машину и увезли оттуды. Осылай орандатқан тұркелмеген тем партия жақтастары сайлау туралы заңға өзгерс қажетін айтты. Белсендлер көп тұрмат. Дыбыз олғайтық күшістаған қала әкімдігінің өкілі жейінзансыз екен ескертті, артынша полиция төрт айелді күште бәкетті. Оларды тұркісі баудандық полиция бөлімшесіне жеткізіп, 5 сағаттан кейін кешке босатқан. Дога, дейді бөлімшесіне жеткізіп, 5 сағаттан кейін кешке босаттар көп тұрмат. Что помешало? Я думаю, сегодня нужно вспомнить происшествие января, январские события. Мы не можем просто так ставить Токаева как кандидата в президенты. Он должен ответить за свои слова, за свои действия. Адель Сайлаушен! Адель Сайлаушен! Ескертуден кейін белсендлердің баңынларын жартып, күштеп көлікке отырғызды, оларды бостандығаудандық бөлімшесіне апарған. Бірнеше сағат ұстап, босатқан. 18-ші Қарашада бас прокуратура жұртты кезектен тұз президент Сайлау өтетінгіні саңсыз митингке шықпауын ескерткен. Қараша ортасынан бер елдің әр өңірінде... Токаев преследовал одну единственную целью – повысить свою легитимность именно сейчас. И никак не в 1924 году, когда от его легитимности не осталось бы и следа. И надо сказать, что команда Токаев добилась своего, сфальсифицировала явку избирателей. Никогда такого не было, чтобы к 10.00 была такая явка избирателей. Я был участником многих выборов еще с советского периода времени. И никогда не было такой явки активности, как во время этих выборов. Это косвенно подтверждает фальсификацию явки избирателей на выборы. Единственный город, непокоренный мой родной Алма-Аты, показал своясное лицо. В этом городе проголосовали, по-моему, только бюджетники, которые были зависимы от власти. С троем прошли войсковые части, и студентов под страхом отчисления привели на избирательные участки. Ну и какие-то, видимо, были отдельные личности, которые симпатизируют нынештому президенту. Поэтому, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики, будем и дальше бороться с режимом власти в Казахстане. Мы видим, что свою лепту вынес и экс-президент Казахстана, появившийся на выборах. Вот вы видите его на фотографии. На этом я заканчиваю, дорогие мои друзья. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписался. Ставить лайки. Благодарю всех за вашу активность. Особенно я чувствую, в последние дни активность значительно повысилась. Ставить лайки. И до новой встречи. Продолжение следует...